Добрый день, уважаемые коллеги и председатели! На каждой конференции, в общем-то, об этом идет речь, даже посвящаются конференции именно этой визуализации, дорогой визуализации, катетер там стоит под 1000 евро, а по поводу ПДКТ или ротационной ангиографии, 3D визуализации, как угодно мы сейчас это можем называть, как-то никто не хочет говорить. Это, честно говоря, обидно, потому что методика достаточно дешевая получается и, в общем-то, она имеет право на жизнь, более, может быть, безопасная и более качественная визуализация. Но это я попробую показать на своем, в общем-то, своем докладе, как это выглядит. Так, листаю я круглую, да, наверное? Там средняя кнопка, такая круглая, большая сама. Ну, коротко, очень коротко по поводу истории, Павел Васильевич уже все рассказал. Я хотел бы отметить, что буквально через год после открытия Великого, да, уже был готов аппарат рентгеновский, выполнялась рентгенография, первая рентгеноконтрастная ангиография кровеносных сосудов, ну, конечно, при ампутированной руки, выполнена в тот же самый год. И вот начало наше, 1927 год, хотел бы обратить внимание, практически 100 лет, но без обид, но некоторые коллеги, в общем-то, остались в 1927 году и прекрасно используют методы рентгеновской ангиографии. Что дальше? В 1970-е годы – это предложение о выполнении ротационной ангиографии артерии головного мозга, в 1975-м – введение ротационной ангиографии, ну, по крайней мере, она так называлась. В 1990-е годы – это прототип уже создан цифровой ангиографической системой, и вот в 1997-м году использование в клинической практике компьютерной ротационной ангиографии. Как на сегодня это выглядит, значит, никакого конфликта интересов нет, в общем-то, все аппараты, практически всех модификаций могут использоваться, в общем-то, функция ротации, она же ПДКТ. Что нам дает ПДКТ? Здесь возможность высококачественной визуализации за счет ЭДЖИ, вот, качества, до 50 кадров в секунду. Возможно, у некоторых производителей выше, я пока вот слышал по поводу 50 кадров. Это дает возможность нам видеть мягкие ткани и четко определить, значит, костные структуры, а также устройства, которые устанавливаются, видите, прекрасно видны страты стенда при выполнении ПДКТ. Вот, опять же, стенд в разных вариантах визуализации, в общем-то, на мой взгляд, достаточного качества для оценки данного стенда, от раскрытия его. ПДКТ сосудов, даже мелкие ветви, в общем-то, видны, прекрасно, и можно делать трехмерную навигацию и так далее за счет такого качества. Протоколы разные, естественно, используются 3D-MAP, опять же, прекрасная визуализация, там, две фазы, три фазы, пожалуйста, все получаем, все прекрасно. Но есть проблемы, это артефакты, такие же, как и УКТ. Артефакты, связанные с, скажем, какими-то устройствами металлическими, а вот в данном случае, там, стенд, использование софта, который убирает артефакты, ну, максимально так, насколько это возможно, позволяет нам более четко визуализировать металлические, и не только металлические, а убрать свечение от этого металла. Вот еще одна картинка, это в сравнении просто у одного и того же пациента. Также артефакты, связанные с движением пациента, о чем тоже мы говорим по поводу, там, анестологического пособия, там, задержки дыхания. Видите, есть приложение, софт, который позволяет убрать нам эти артефакты. Прекрасная визуализация, ну, намного лучше, в общем-то, с такой программкой, чем без нее. И удобно. Теперь, как Александр Викторович сказал, как я это делаю? Я начинал с церебральной ангиографии. К сожалению, к моему большому сожалению, на тот момент в нашей больнице, где я работал в клинике, церебральная ангиография была рутиной, и, в общем-то, хотелось что-то исправить, как-то поменять в лучшую, качественную сторону по всем, в общем-то, точкам, которые стояли передо мной. Что у меня было? Был аппарат с ротацией 205 градусов, скорость ротации менялась, но я, так как сосудистой хирургии, мне достаточно высокой скорости, 40 градусов в секунду, ну, и, соответственно, ротация занимала 5 секунд. В итоге, в своей работе мне удалось получить формулу, которую с успехом использовал касательно сосудов головы. Ну, и это все, естественно, применимо и к другим сосудистым бассейнам. Самое главное в том, что, в общем-то, на мой взгляд, я получил, это информация о том, что достаточно однократного введения контрастного средства для получения качественной визуализации, для получения качественной оценки, для выполнения качественной оценки тех или иных, той или иной зоны интереса. И самое главное, на мой взгляд, то, что получилось, как минимум, при исследовании моем, это операторонезависимость. Это, мне кажется, очень важный момент, на который надо обратить внимание. Ну, и вот вашему вниманию представляется таблица как раз по селективной катеризации и объемам, временем задержек, скорости введения и так далее, контрастного средства. Эта работа была, в общем-то, во многом эмпирическая, потому что данных в литературе практически не было на тот момент. И эти данные были какие-то странные. Основное, что исследовалось, это лучевая нагрузка и объем контрастного, общие какие-то вопросы по поводу объема контрастных средств. Как это выглядело на ангиографии, что мы получали? Получали ротационную ангиографию, ну, либо ПДКТ ангиографию. Все это автоматически перекидывается на рабочую станцию, ну, и там строятся автоматические трехмерные изображения из, я буду говорить, все-таки ПДКТ срезов, либо КТ срезов, которые мы получили. Я прошу прощения за видео, возможно, все это не очень красиво выглядит. Ну, и мной было исследование поражения сонных артерий при использовании 3D-ротационной, тогда я так ее называл, и уж меня простите. Значит, что, какую патологию изучали? Это истенозы шейного сегмента, сравнились данные с ультразвуком, сравнились данные с ДСА-ангиографией. Ну, конечно же, визуализация, здесь не нужно даже спорить, намного выше, чем при тех методах, которые мы используем. И самое главное, еще раз, отсутствие оператора зависимости, потому что метод ультразвука, он достаточно субъективный, все может быть даже связано с настроением и утренним пробуждением специалиста. Итак, вот, пожалуйста, еще раз примеры стенозов шейных сегментов. Извитости. Достаточно просто понять, что это извитость, а не аневризма, например. Значит, здесь представлен вариант окклюзии левой общей сонной артерии, возможность объединения данных, то есть селективное введение контраста в одну или вторую сонную артерию, либо позвоночной артерии, позволяет нам вот получать такую картинку и оценить, в общем-то, как это все течет. Здесь также была обнаружена находка поражения интракраниального отдела. Это, видимо, хронические, то есть давнишние слои неинтимые. И, в общем-то, как находка, она у нас, в общем-то, мы поняли. Стеноз интракраниальных отделов достаточно сложно, в общем-то, диагностируемый при классической ДСА. Опять же, что касается аневризма, мы сегодня говорили, вот аневризмное соединение очень мелкое. Если она еще и разорвалась, ее вообще не увидите на КТ. Это вот очень сложно. Оценка гемодинамики, но закономерный вопрос, зачем ты это делал, ну, потому что это был интерес в научном центре, в общем-то, возможно, этого делать совершенно не нужно, но при определенных ситуациях это может помочь. Как это выглядело? Селективный бракхицефальный ствол, селективная левая сонная, селективно-позвоночная левая, ну, и, в общем, объединение данных. Пожалуйста, мы видим в Елизе в круг прекрасно, видим отхождение левой задней мозговой артерии от переднего бассейна, разомкнутый круг, в общем-то, информацию получили. Теперь клинический пример, как это делают, значит, и, в общем, каждого пациента можно разделить на три таких этапа, то, чего надо делать. Это планирование, естественно, выполнение самой операции, ну, и контроль. Значит, планирование. Вот в данном случае выполнена КТ, ангиография. Выбирается сегмент. Это все вот в реальном времени. То есть, там мой заведующий, царство имени небесное, все время говорил, ну, это ты быстро можешь делать. Нет, на самом деле, любой может это делать быстро. Тот, кто несколько раз, в общем-то, повторил одно и то же действие. Выбирается сегмент основной артерии, задней мозговая. Определяется траектория установки стента, потокового стента, ну, и референсные точки, в общем-то, устанавливаются. Это изображение готовится для эндоваскулярного вмешательства. Вы видите, все это на срезах выполняется, не на трехмерном изображении. В общем-то, точность очень высокая. Сейчас будут установлены точки. Ну, и дальше, в общем-то, следующим этапом данное изображение, кусочек артерии, накладывается на родмэп. Здесь, в общем-то, все понятно. Установка стента по референсным точкам. Идеально все точно, красиво. Никаких вопросов не возникает. И вот контроль выполнения, значит, ПДКТ без контрастного. Выделение стента, совмещение изображений до и после. Мы видим, как стент раскрылся в артерии, как он прикрыл нам планевризму. По-моему, это очень удобно. Как минимум. Ну, и все, естественно, скажут, а тогда зачем нам вообще это ПДКТ? Для того, чтобы этот стент наложить. Я не уверен, что все заметили, но на всякий случай повторю. Видите, здесь контур самого проводника, он выходит за контур артерии. Той модели, которую мы построили. Это именно потому, что любое устройство, которое мы вводим в сосудистые русла, оно меняет геометрию этого сосуда. В данном случае это не несет каких-то проблем. Нам нужна только дистальная точка, которая, в общем-то, позволит нам раскрыть этот стент. И возможности вводить еще раз контраст нет. Либо придется использовать как бы контрлатеральный доступ. Поэтому ПДКТ нам позволяет интрооперационно получить информацию, которая будет очень точной и качественной. Значит, вот один из примеров. Я извиняюсь за видео. У меня все работало немножко по-другому. Все это сбилось. Выполнено ПДКТ, восходящие аорты, клапана. Значит, построена трехмерная реконструкция. Не обращайте внимания на качество этого всего, потому что наша задача была определить фиброзное кольцо. Просто для выполнения вольвовой пластики. У нас нет задачи получить красивое изображение и влюбиться в него. Наша задача пройти это кольцо. И эти ориентиры, в общем-то, позволили очень легко провести баллон в итоге. И, как вы видите, идеально точно, не знаю, у вас тоже так плохо показывают, идеально точно по фиброзному кольцу раскрывается баллон. То есть ничего не смещается. Здесь есть некоторые нюансы, как это делать. Тем более на работающем сердце, да, естественно. Но, в принципе, я немного расскажу об этом чуть позже. Еще один пример. Эндопротезирование дуги аорты. Длинный эндопротез. Задача. Какая у нас задача стояла? Открыть корону эндопротеза максимально близко к костю общей сонной, левой общей сонной артерии. Ну, вы видите, что она идеально открывается. Точно открывается. Более того, хирург, с которым мы это делали, был из неверующих. Просил делать ангиографию. И каждый раз говорил, что не может быть. Но она совпадала. Опять же, инструмент был заведен, выполнила 3D, не 3D, а 3D-катэ ангиография. И это позволило точной геометрии, уже измененной за счет жесткого инструмента, очень точно установить корону стенда. Еще один пример. Такой, это просто фото. Установка эндопротеза, опять же, под ости почечной артерии. Ну, в общем-то, никакого труда не составляет. Опять же, использовать ПДКТ при уже введенном инструменте получения информации. Это позволит очень супер точно установить, в общем-то, устройство и иметь максимально качественный, хороший результат. Как и ангиографический, так и отдаленный. Ну, и в конце своего, в общем-то, выступления я хотел бы отметить, что на моем опыте, конечно, ПДКТ дает нам высочайший уровень визуализации. Также может быть одним из методов или технологий, которые позволяют выбрать эндоваскулярные устройства, точно спланировать процедуру. Качество, естественно, улучшается самих эндоваскулярных процедур. Ну, и снижение лучевой нагрузки и объемов контрастных средств. В моей работе, в общем-то, это все проведена работой и доказано, что в случае с сонными артериями позволяет снизить лучевую нагрузку. Многие авторы дают такую же информацию схожую. Что касается, например, эндопротезирования аорты, один из лидеров мировых, Стефан Холон, из Франции, в его докладах, в его работах, в общем-то, звучит в 15 раз уменьшение лучевой нагрузки при эндопротезировании аорты. Ну, в 15 раз это очень серьезное снижение, я думаю, что это очень важно. Ну, и подошли к вопросу оператора зависимости. Я считаю, что правильный алгоритм, работа, получение этих данных, не знаю, возможно, там и мерить скорость кровотока для того, чтобы получить академические данные, но есть возможности определения вот тех же самых времени задержки, то же самое за счет просто короткого введения контраста и получения этой информации при ДСА, и дальше, в общем-то, используя какие-то алгоритмы введения, то есть объемы введения, учитывая эту задержку для каждого конкретного пациента. Со временем, когда это будет выполнено, там, 500-600 тысяч исследований, это превратится уже в какой-то материал, при котором даже не придется вводить дополнительно, в общем-то, этот контраст. И еще что хотел бы отметить, что ПДКТ не отменяет компьютерную томографию. Мы должны понимать, что и для чего мы делаем. Это очень важно. Как в тех примерах, которые я показал, ПДКТ используются для точечной визуализации, для точечного открытия устройства в той или иной точке. В общем-то, я на этом хотел закончить, поблагодарить Павла Васильевича за его интерес. Еще в 2016 году, вот вы видите, город Дублин, мы там встречались, вместе ездили на конференцию, хотя я вообще не онколог, но мне было очень интересно пообщаться с Павлом Васильевичем и другими специалистами, которые заинтересованы в этих технологиях. Я надеюсь, что эти 8 лет прошли не зря, но мечтаю о том, чтобы следующие, не знаю, 2-3 года позволили нам больше скачок сделать в использовании этих технологий. Все, спасибо за внимание. Продолжение следует...